Пушкинский день и день русского языка Пушкинский день и день русского языка Пушкинский день и день русского языка Добро пожаловать в Казань! Как в КФУ смогут приехать иностранцы, которые хотят познакомиться с Россией и Татарстана? Казань приняла Международный форум министров образования, формируя будущее. Так назывался форум, организаторами которого стали Минпросвещение России и правительство Татарстана. Это одно из крупнейших тематических событий, которое собрало более 20 министров из дружественных стран. Среди стран-участниц Куба, Венесуэла, Конго, Мьянба, Зимбабве, Пакистан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. В онлайн-формате приняли участие представители Вьетнама, Китая, Мадагаскара, Намибии, Эфиопии, Бразилии, ЮАР. Конечно, были и гости из СНГ. Белоруссия, Киргизия, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и других государств. На открытии форума президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам форума. Он поприветствовал руководителей министерств разных государств и напомнил, что наша страна имеет мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. Поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Участники форума обсудили роль образования в развитии экономики, доступность качественного обучения, работу с молодежью, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах. Кроме того, представители разных стран обменялись опытом развития систем образования и укрепления международного взаимодействия. С основными докладами выступили глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фольков, Раис Татарстана, Рустам Мениханов. Дорогие друзья, Хадральдуслар уверен, работа форума несет значительный вклад в решение задач, стоящих перед сферой образования. Ну и желаю всем приятного проведения в нашей столице, в городе Казани, новых научных достижений, открытий. И ждем вас в Казани в любое удобное для вас время. В дни проведения форума иностранные делегации посетили несколько школ, детских садов, колледжей, вузов, использующих передовой опыт в преподавании. Им продемонстрировали новые практики обучения детей и подростков от детского сада до высшего учебного заведения. КФУ также стал участником форума. В частности, университет перед началом пленарного заседания презентовал проекты, реализующиеся в образовательном комплексе. Республика Татарстан отличается тем, что здесь, если с точки зрения науки и высшего образования, которые неразрывно между собой связаны, уникальный научно-образовательный комплекс, с одной стороны представленный старейшим и одним из сильнейших российских университетов, его часто называют императорским университетом, Казанский федеральный университет, который в последние годы буквально на марше, очень хорошие результаты показывает и выступает таким интегратором не только для всей системы высшего образования республики, но и больше Приволжского федерального округа. Незаметное место, конечно, занимает в России и за рубежом. Генетики Казанского университета разработали новый метод по восстановлению спинного мозга у пациентов, получивших тяжелые травмы. Этот метод стимулирует восстановительный процесс благодаря введению специальных частиц, выделенных из стволовых клеток. Над исследованием работали ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Работа опубликована в Международном научном журнале. В исследовании генетики использовали два основных принципа. Работать по методу того, как проходит лечение в больницах, то есть поэтапно, и вводить частицы стволовых клеток свиньи. Потому что именно свиные органы наилучшим среди млекопитающих образом приспособлены для того, чтобы пересаживать их человеку. Ученые провели анализ по двум результатам функциональных, то есть двигательных функций. И структурных – это сохранность тканей в области повреждения. В качестве подопытного животного выступала свинья с контузионной травмой спинного мозга. Новый подход в лечении показал положительную динамику состояния животного. Эта разработка при ее дальнейшем внедрении может вернуть к полноценной жизни тысячи пациентов, прикованных сейчас к инвалидному креслу или кровати, уверены биологи. И первые пилотные клинические исследования уже начались на базе одной из больниц. Эльвина Минобудинова подробнее о разработке. До полумиллиона человек в мире ежегодно получают повреждения спинного мозга. Большинство травм происходит в результате автомобильной аварии, падения и удара. Повреждение может также произойти из-за болезни, например, при онкологии или рассеянном склерозе. Зачастую травма спинного мозга ведет к параличу тела и потере чувствительности, контроля над движениями рук, ног и туловища. Человек с повреждением часто нуждается в помощи людей из-за утраты базовых функций. Огромное количество людей в мире получают травмы спинного мозга. Это и бытовые различные травмы, и аварии, автомобильные, и другие техногенные катастрофы. Сейчас началась специальная военная операция, и, конечно же, высокий травматизм среди и мирных граждан, и служащих. Но, к сожалению, естественная способность организма к регенерации, восстановлению, она у человека недостаточная. Это у тритончика можно отрезать лапку, и она отрастет заново. К сожалению, у человека, естественно, способность к восстановлению весьма ограничена. И ученые многие годы пытались найти способ для того, чтобы усилить, ускорить эту регенерацию. Еще недавно повреждение спинного мозга означало пожизненное нахождение в инвалидном кресле. Пока не появился метод лечения стволовыми клетками. Стволовые клетки – своего рода строительные компоненты других клеток. Применять метод терапии стволовыми клетками начали в конце 60-х годов прошлого века. В России к такому виду лечения относились с особой осторожностью. Поэтому впервые операцию по внедрению клеток в нашей стране провели гораздо позже. Сейчас есть несколько клиник, которые предлагают этот метод лечения. Терапия стволовыми клетками используется для восстановления тканей или органов после заболеваний или травм. Это помогает излечиться или восстановиться пациентам с травмами спинного мозга. Если же ввести стволовые клетки дополнительно в область повреждения, то это подстегивает естественную способность организма к регенерации. То есть мы туда направляем дополнительных солдат, дополнительные ремонтные бригады, которые занимаются восстановлением поврежденных тканей. Но клетки очень тяжело использовать в клинике. Дело в том, что это нужно получить клетки от пациента, нужно их вырастить, нужно их транспортировать. Все это требует значительных затрат, и поэтому ученые и мы ищем способы, как минимизировать подобные затраты. И вот вместо того, чтобы использовать живые клетки, стволовые клетки, можно использовать микровизикулы, которые получаются из этих клеток. Микровизикулы – это мембранные структуры, по виду маленькие пузыри. Если клетку специальным образом обработать, потрясти, то она, как капля жира, распадется на микроклетке – микровизикулы. С точки зрения стимуляции и регенерации, микровизикулы обладают теми же свойствами, что и исходная стволовая клетка. Но при этом они более безопасны для применения. После внедрения в организм пациента они не размножаются. Так врачи могут контролировать, что происходит с клетками. Лаборатория Института фундаментальной медицины КФО разработала технологию получения искусственных микровизикул. То есть это не естественные микровизикулы, которые клетки вырабатывают в процессе своей нормальной жизнедеятельности. Да, такие визикулы есть, и все лаборатории за рубежом используют в своих работах именно естественные микровизикулы. Но их очень сложно получить в больших количествах, сложно масштабировать, сложно применить в промышленных масштабах. Наша же технология позволяет получать любое количество таких искусственных микровизикул. При этом они будут обладать всеми преимуществами стволовых клеток, из которых они были получены. Исследования прошли на крысах и свиньях. Выбор крупного животного, а именно свиньи, объясняется анатомической и физиологической схожестью животного с человеком. Вводили данные визикулы, визикулы полученные из мезинхемных стволовых клеток, свинкам, которым предварительно моделировали травматическое повреждение спинного мозга. Делали двухкратное введение этих визикул интратекально, то есть непосредственно в ликвар или цереброспинальную жидкость вводили мы эти визикулы. И, соответственно, потом в отсроченный период наблюдали, восстанавливается ли функция травмированного спинного мозга у животных, а в последующем уже и его структура. Результаты оказались положительными. Функционал, то есть двигательная активность животного и структура нервных тканей улучшились. Более сохранными стали клетки, отвечающие за нервные волокна. Преимущество исследований казанских ученых в том, что они смоделировали ситуацию, аналогичную пациентов в клинике, и выбрали для эксперимента наиболее приближенного к организму человека-животного. Когда пациент попадает в больницу, в первые часы и дни врачи борются за стабилизацию его состояния. Лекарства ему назначают лишь спустя несколько недель после операции. Зачастую ученые в лабораториях наносят травму и начинают лечение сразу. Такие исследования не имеют ничего общего с реальностью. Наши же исследования как раз моделируют, когда мы наносим травму животному, забираем у него жировую ткань для того, чтобы выделить из нее стволовые клетки, и только через 2-3 недели мы вводим уже подготовленный лекарственный препарат этому животному, тем самым воссоздавая ту ситуацию, с которой сталкиваются врачи и пациенты в клинике. Действительно, за рубежом есть работы, которые также применяют визикулы для терапии травмы спинного мозга, однако эти работы основаны лишь на применении моделей мелких лабораторных животных. Пока никто, мы точнее первые, кто провели такие подобные исследования на крупных животных. То есть мы транслировали полученные результаты на мелких лабораторных животных на крупных. И, соответственно, мы можем уже с большей уверенностью говорить, что трансляция в клинику может произойти более успешно. Лаборатория Института фундаментальной медицины КФУ занимается проблемами регенеративной медицины с 2006 года, а вопросами лечения травм спинного мозга более 10 лет. В своих исследованиях лаборатория использует самые разнообразные методы лечения. Это и генные терапии, и стволовые клетки. Все эти виды терапии показали свою эффективность. Но, по словам ученых, микровизикулы обладают рядом преимуществ. Это и безопасность, и эффективность, и масштабируемость производства. Исследование позволяет получить микровизикулы в большом количестве. Это делает технологию промышленно применимой. Наша же технология позволяет получать такие микровизикулы в значительных количествах, в больших масштабах, что делает эту технологию промышленно применимой. И, в общем-то, можно перевести эту технологию на любое биотехнологическое предприятие, фармкомпанию, которая занимается биофармацевтикой, например. И для них это будет понятная технология, как можно получить биомассу таких микровизикул, как ее можно высушить, то есть леофилизировать, хранить в обычном морозильнике и использовать в любой момент. То есть как только попадает пациент к врачу, в принципе, такие микровизикулы можно разморозить и использовать непосредственно для лечения пациента. Либо мы можем подготовить препарат, так называемый, аутологичных микровизикул, то есть созданных из собственных клеток пациента. Такие микровизикулы обладают преимуществом, что они не вызывают иммунный ответ у пациента. По словам генетиков, микровизикулы можно использовать не только для лечения травм спинного мозга, но и для любых других травм. Исследования показали, микровизикулы эффективны для лечения травм периферической нервной системы, лечения различных ишемических заболеваний и даже в косметологии. На базе Республиканской клинической больницы Минздрава Республики уже проводятся пилотные исследования метода ученых КФУ. Для регистрации лекарственного препарата необходимы доклинические и клинические исследования на добровольцах. Это требует получения пилотной партии препарата. Сегодня лаборатория в поисках индустриального партнера. Эльвина Минабудинова, Ленар Гизатулин. КФУ. Итоги недели. 300 иностранцев на две недели станут студентами КФУ. Казанский университет впервые присоединится к проекту «Летний университет». Принять участие в нем могут только иностранные граждане, которые находятся за границей России. Уже начался набор для тех зарубежных гостей, кто готов присоединиться к программе «Молодежь. Инновации. Содружество». Проект прежде всего ориентирован на ребят из стран ближнего и дальнего зарубежья. Прежде всего с Кубы, из Алжира, Египта, Сирии, Турции. То есть на тех, кто планирует учиться в российских вузах. В программе будет много интересного, а все расходы на себя берут организаторы. Как попасть в программу, какие мероприятия будут организованы, об этом нам расскажет начальник отдела привлечения и набора иностранных обучающихся Департамента внешних связей Раул Сабиров. Салем алия. Так будет включаться будущая умная колонка студентов КФУ. За основу они возьмут обычный беспроводной динамик со встроенным микрофоном и голосовым помощниками. Колонка сможет работать на основе искусственного интеллекта. Но ее главным преимуществом станет умение обучать людей говорить на татарском языке. Включи сказку про медвежат. Включаю. Как медведица искала своих медвежат. Технологии интернет-продвижения. Такая дисциплина есть в учебной программе второго курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. На ней студенты создают учебные проекты и продвигают их в интернете. Благодаря этому ребята не только усваивают новые навыки, они находят друзей и будущих партнеров. Так пятеро студентов создали проект умной колонки Алия и теперь продвигают его в массы. Что ты не хочешь? Поговорить. Дана Кугаевская – одна из основателей проекта. Именно она предложила идею создать говорящую колонку. Изначально команда не поддержала ее, ведь подобных разработок на рынке много. Однако позже студенты решили создать проект татарской колонки и назвали ее Алия. Дана подобрала такое имя не просто так. С арабского оно переводится как «Подарок с небес». К тому же имя Алия легко произносится и запоминается. Мы же живем в Татарстане и можно сделать умную колонку Алия на татарском. Почему Алия? Вообще это в целом мое любимое татарское имя было. Я его предложила ребятам и они сразу подхватили такие «Да, классно, давай оставим». И даже не рассматривались другие варианты. Сама Дана живет в Казани второй год и говорить на татарском языке пока не умеет. Однако в ближайшее время планирует его выучить. Именно поэтому она предложила усовершенствовать существующие колонки. Система Алия будет обладать не только способностью общения. В ее функционал студенты включат обучение татарскому языку с помощью народного творчества. Так Алия узнает более 300 сказок и песен. Программу обучения родному языку студенты планируют составлять вместе с детским психологом. Живу в Татарстане, так или иначе слышу татарскую речь где-то постоянно. Плюс, допустим, соседки у меня в общежитии тоже разговаривают на татарском. И я уже некоторые слова выучила благодаря им. А если бы была бы еще колонка, то это было бы прям супер. Артем Аксинин также является одним из основателей проекта. Вместе с одногруппником он придумал логотип в виде тюльпана. Такое решение они приняли из-за того, что цветок является символом Татарстана, татарского народа. Орнамент встречается на гербе республики, в национальной одежде, нарисован на домах и стал украшением мечетей. Поэтому студенты планируют расположить тюльпан в центральной части устройства. В качестве подсветки они выбрали два оттенка – темно-зеленый и темно-синий. Корпус самой колонки студенты сделают в белом цвете. Это наш дизайнер Салават Минникаев. Он разработал дизайн для этого проекта, первостепенно логотип, паттерны. Для него не впервые работать с национальным колоритом. Один из проектов, в котором он участвовал, «Датмин Татарщайс Радлешем». Он нам помог очень сильно. И вместе мы сделали такой красивый дизайнерский продукт. Долгие годы популярной онлайн-школой по обучению татарскому языку считалась платформа «Он Атали». Однако иностранная компания Education First приняла решение об уходе с российского рынка. Теперь ей в Татарстане ищут альтернативу. Благодаря широкому функционалу колонку «Алия» прозвали «обучающей». Однако она не сможет заменить онлайн-школу. По словам Артема, для полноценного изучения языка нужно живое общение. Их устройство сможет стать лишь дополнением к каким-либо курсам, ведь у пользователей будет возможность повторять пройденный на уроках материал. Первостепенное обучение вживую, в школах, на языковых курсах и так далее. Но, между тем, это была бы хорошая подготовка, например, для детей. Или если обучение татарскому языку не предусмотрено в детском садике или в школе, то, опять же, домашняя такая мини-версия, она так или иначе поможет. То есть мы не заменяем полностью классическое образование, но это как хорошее дополнение к нему. Изначально проект колонки являлся лишь учебным. Студенты на его примере должны были научиться маркетингу. Чтобы узнать количество спроса на татароговорящую колонку, они создали сайт. Именно на этом этапе о студенческом стартапе начали писать в средствах массовой информации. Так с ребятами связались из Института прикладной семиотики. Теперь команды вместе будут вести работу над проектом. Их общая цель – сбор 100 часов голосовых записей татарской речи. Они изучают язык, переводят его в цифровой формат. И мы поняли, что это может выйти за рамки учебного проекта. И в данный момент они занимаются технической частью. Программируют вот эта вся тема, которая далека от нас, медийщиков. За маркетинг по большей части в команде отвечала Александра Дубровина. Благодаря ей ребята смогли выполнить свою цель в продвижении проекта. О нем узнали более полутора тысяч пользователей. Почти 500 человек написали о готовности купить устройство. Студенты продолжают публиковать информацию о колонке в социальных сетях. Так они хотят найти инвесторов для разработки колонки и внедрения в нее программы «Алия». Это замотивировало нас делать дальше и дальше. Делать больше крутого контента в соцсетях. Потому что до этого была мотивация, конечно, получить автомат по предмету, а сейчас это уже реальный проект как будто. И мы решили дальше и дальше работать. Ребята считают, «Алия» серьезный помощник для тех родителей, которые обеспокоены тем, что их дети не разговаривают на родном языке. И в обучении хороши все способы, особенно игровые и современные. По словам разработчиков «Алии», их колонка сможет помочь решить эту проблему и будет иметь большой спрос на рынке. Гаджет станет не только учителем и наставником. Он сможет быть другом, с которым можно будет весело и с пользой провести время. Карина Саяхова, Львира Замалединова, Ленаргий Затулин, КФУ. Итоги недели. Заговорить по-татарски и обучить ему поможет умная колонка. «Алия» – проект под таким названием разработали и пытаются внедрить в массы студенты второго курса высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Эта идея у них родилась во время выполнения учебного проекта. Он разрабатывался в рамках программы «Дисциплин технологии интернет-продвижения». Домашним заданием было разработать коммерческий проект, обладающий новаторской идеей. Ребята же пошли дальше. Они решили продвигать свою программу дальше, придать ей массовости. Студенты уверены – их продукт востребован. Сейчас колонка находится на этапе разработки технической части. А для внедрения голосового помощника «Алия» ведется сбор голосовых записей людей, владеющих татарским языком. Помогают студентам в этом сотрудники Института прикладной семиотики Академии наук Республики. Как обычное домашнее задание перевернуло сознание студентов, которые сами хотели бы обучиться татарскому языку в нашем сюжете. Здравствуйте, Рауф. Добрый день, коллеги. Летний университет стартует уже практически через месяц. Казанский федеральный университет, его реализуют совместно с Минобранной наукой России. Расскажите о самом проекте. Да, действительно, всего около месяца осталось до запуска проекта «Летний университет». Это крупная федеральная программа, которая реализуется в этом году всего тремя вузами. Это Казанский федеральный университет, Сибирский федеральный университет и Уральский федеральный университет. Собственно, Минобранной науки уполномочил нас провести и привлечь порядка 300 иностранных граждан на образовательные программы каждого вуза. Наша задача – это познакомить этих иностранных граждан с программами университетов, в целом с возможностью российского образования. Дать возможность сюда приехать, увидеть, так сказать, воочию города России, познакомиться с культурой. Узнать больше про русский язык и про народы, которые проживают на территории Российской Федерации. А вот иностранные граждане – это выпускники бакалавра, да? Или это школьники вчерашние? В общем, кто это? К числу иностранных граждан, которые могут сюда приехать, на самом деле относится достаточно широкая аудитория. Тут два главных условия. Первое – это чтобы они были старше 18 лет. И второе условие – чтобы они находились за рубежом. То есть фактически в программе могут принять участие не только выпускники школ, но и студенты, которые учатся на программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и так далее. Более того, у многих, кто будет сюда приезжать, будут сопровождающие лица. И для тех, кто сопровождает этих иностранцев, которые сюда приезжают, мы организуем программу повышения квалификации. Тематика этой программы будет следующая – это управление проектами в сфере образования. То есть достаточно широкая тема, к которой смогут присоединиться как учителя школ, так и преподаватели вузов. Понятно, что сейчас, наверное, не спрогнозируешь, но все же из каких стран ориентировочно мы ожидаем участников? Несмотря на то, что мы начали профориенционную кампанию и работу по привлечению на эту программу буквально неделю назад, мы уже сейчас имеем порядка 200 заявок. Это иностранные граждане, которые сюда приехать хотят. Интересно, что география достаточно широкая. И там представлены не только страны СНГ, но и страны дальнего зарубежья. Есть порядка 20 заявок из Африки. То есть это Конго, это Замбия, я даже не говорю про Северную Африку, Египет, Марокко, Алжир. То есть география достаточно широкая. Мы нацелены на то, чтобы привлечь студентов со всех континентов, в том числе и из Латинской и Центральной Америки. То есть у нас есть уже заявки из Кубы, у нас есть уже заявки из Эквадора. Понятно, что здесь достаточно сложный вопрос, связанный с приездом в Казань. То есть билеты, они дорогие, но тем не менее интерес есть. А наша задача сделать так, чтобы у них была возможность сюда приехать, чтобы у них была содержательно интересная программа. Да, вот я не отметил то, что в ходе летнего университета мы для иностранных граждан обеспечиваем полностью проживание на период прохождения летнего университета, питание трехразовое, включая кофебрейки. Там будет включена полностью экскурсионная программа, как по Казани, так и ближайшие города. У нас стоит задача познакомить их с работой различных молодежных организаций в Казани, в Татарстане, показать другие вузы, которые есть на территории Татарстана, Казани. К реализации проекта мы приглашаем также наши партнеры, вузы с Приворского федерального округа. То есть приедет Нижегородский университет имени Лобачевского, приедет в вуз из Самары, Иннополис будет участвовать и несколько казанских вузов. Я правильно понимаю, да, кроме экскурсионных программ, различных встреч, в том числе с молодежными сообществами, это еще будут различные мастер-классы, встречи с преподавателями и знакомства непосредственно с КФУ. Да, если мы перейдем к образовательной части проекта, там у нас он состоит из двух частей. Первая часть – это сам образовательный модуль по профилю. В общей сложности у нас реализуется 8 русскоязычных профилей и 2 англоязычных профилей. Мы постарались максимально разнообразить предложения Казанского университета, поэтому у нас там есть как программы, связанные с русским языком, с историей России, так и программы, связанные с IT-направлением, с 3D-моделированием, экономикой и так далее. Англоязычный блок из двух специальностей профилей представлен у нас программами по дизайну, и по экономике. Сам образовательный блок состоит тоже из частей. Там будут как лекции, так и семинары, где можно будет поделиться на небольшие группы и решать какие-то проектные задачи. И образовательная часть еще предполагает обучение по блоку, связанному с социальным проектированием. То есть мы привлекаем коллег с Управления инновационного развития. И там будут проведены 3 дня интенсива, где наших студентов, иностранцев, познакомят с в целом проектной работой, с социальным проектированием. И у них будет задача подготовить проект, разделиться на команды, подготовить проект. И при помощи экспертов вывести этот проект на защиту. И среди этих проектов мы будем выбирать лучший проект, который по показателям, которые установят коллеги-эксперты, будет победителем. И, возможно, реализован будет проект. Возможно, будет реализован. Это, естественно, зависит от того, какое финансирование будет привлекаться. То есть, может быть, он будет реализован в рамках университета. Может быть, они будут подавать на какие-нибудь гранты и субсидии. То есть наша задача, во-первых, научить проектной работе. И, во-вторых, показать инструменты, где они могут это реализовать. Ну, в завершение, не могу не спросить, у нас в активной фазе приемная кампания для иностранных абитуриентов. Как проходит процесс? Может быть, есть цифры даже, сколько заявок подано? Да, в этом году мы, как и в прошлом году, приемную кампанию начали достаточно рано, 1 марта. Но в сравнении с прошлым годом у нас на сегодняшний день уже в 2,5 раза больше заявок, чем в прошлом году. То есть в этом году количество заявлений уже перевалило отметку в 6 тысяч. Хотя на аналогичную дату прошлого года было всего около 2,5 тысяч заявлений. И в целом мы видим то, что интерес к обучению в целом в Российской Федерации и в КФУ в частности он растет. И в этом году, можно сказать, после окончания пандемии спрос вырос в несколько раз. Поэтому сейчас у нас активная фаза приема. И те абитуриенты, которые еще не прошли экзамены, они все еще могут подать заявление на обучение вплоть до 20 августа и пройти вступительное испытание либо в июне, в июле или в августе месяце, в зависимости от того, как им будет удобно. А вот вы сказали, растет интерес к российскому образованию. Для некоторых зрителей, может быть, это будет сюрпризом. Хотя, я думаю, для тех, кто погружен, это совсем не сюрприз. А из каких стран вы заметили, что прямо есть рост интереса? Ну вот, если мы посмотрим, если мы говорим в целом про Российскую Федерацию, Валерий Николаевич недавно докладывал про увеличение, опять-таки, количества студентов в 2022 году до 351 тысячи. И если смотреть в разрезе стран, то на первом месте располагается Казахстан, наибольшее количество приезжает. Пятерку по количеству входит Узбекистан, Китай, если не ошибаюсь. И, в частности, в КФУ лидирующей позицией занимает Туркменистан, Иран. Это, в принципе, традиционно те страны, откуда к нам большое количество студентов иностранных приезжает. И, несмотря на, так сказать, сложную обстановку политическую, наш контингент стран, он не сузился, а мы работаем с теми странами, с которыми мы работали ранее. Большое спасибо, ну и удачи в проведении такого важного проекта, как Легний университет. Спасибо, коллеги. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. День русского языка и день рождения Пушкина. Как отметили праздник студенты и преподаватели КФУ. Мне приятно, что это 110 лет не просто историка, но и моего отца. Ученый и фронтовик. Какими еще достижениями известного историка гордится Казанский университет? Поэт работал, не покладая рук. Каждый год он радовал своих почитателей новым сборником великолепной поэзии. Легенда эпохи шестидесятников. Что воспевал в своих стихах Андрей Вознесенский? Одних из самых высокооплачиваемых в стране IT-специалистов готовит КФУ. Исследовательский центр «Суперджоб» представил рейтинг вузов России по уровню зарплат, занятых в IT-отрасли молодых специалистов, которые окончили вуз за последние шесть лет. КФУ оказался на десятой строчке. И это при том, что Казанский университет – один из немногих нестоличных вузов, попавших в ТОП-10. Эксперты оценивали среднюю заработную плату, годовой прирост дохода, средний балл ЕГЭ в вузах и долю выпускников, оставшихся после окончания учебы в родном регионе. Так, средняя зарплата выпускников в КФУ составила 170 тысяч рублей в месяц. За год они стали получать в среднем на 20 тысяч рублей больше. Еще один интересный факт. 75% окончивших КФУ специалистов остались работать в Казани и Татарстане. О других событиях из жизни университета и республики узнаете из дайджеста. День рождения Александра Пушкина и день русского языка отметили на этой неделе в России. По случаю праздника с обращением выступил Раис Татарстана Рустам Миниханов. Он подчеркнул, что сегодня русский язык по праву занимает видное место в России. В самых различных сферах международного общения служит единение русского мира. В день рождения Александра Пушкина преподаватели и студенты КФУ приняли участие в празднике поэзии. Его почетными гостями стали председатель Государственного совета республики Фарид Мухамедшин и государственный советник Татарстана Ментимир Шаймеев. Здесь прозвучали романсы на слова Пушкина, написанных Доргомышским и Рахманиновым в исполнении артистов. В Казанском федеральном университете выступила директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабреева. Она представила научный доклад Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России «Научное наследие и современность». Также в императорском зале состоялась презентация фильма к столетию Института законодательства. Химические методы увеличения нефтеотдачи обсудили представители КФУ. Казань приняла вторую международную научно-техническую сессию. Здесь участники обменялись актуальным опытом, возможностями и вариантами развития технологий и вызовов при применении ХМУН. Есть определенные сложности с химическими реагентами, которые поставляются в нашу страну. И поэтому сегодня здесь собрались специалисты, которые, с одной стороны, являются производителями, с другой стороны, разработчиками, а с третьей стороны, потребителями. Всероссийскую военно-патриотическую просветительскую акцию «Знания героя» провели в КФУ. Эксперты обсудили тему методов борьбы с фальсификацией истории, качества исторического образования и патриотического воспитания. Мало кто знает, что современное поисковое движение России, которое является одним из крупнейших сейчас общественных объединений в стране, оно зародилось именно у нас здесь, истоки берут здесь, в Казанском университете. Именно здесь у нас в 68-м году образовался первый отряд поисковый. В Казанском университете почтили память одного из первых основателей поискового движения «Снежный десант». В КФУ открылась выставка, посвященная 110-летию со дня рождения Ивана Ионенко, известного ученого-историка, наставника тысяч студентов и бойцов поисковых отрядов. Именно Иван Михайлович одним из первых принял участие в становлении казанских поисковых отрядов. При нем походы снежнодесантников в начале 70-х годов обрели научно-поисковый характер. Он сам был фронтовиком на войне с первых дней. Успел поработать и в Казанском университете два года, и пришлось идти защищать Родину. А после окончания Великой Отечественной войны вновь вернулся к работе преподавателя и ученого. Иван Михайлович внес огромный вклад не только в науку. Профессор возглавлял кафедру истории СССР, имеет более 170 трудов. Его ученики — это выдающиеся историки современного Татарстана. Буат Султанбеков, Индустагиров и многие другие. Для Казанского университета и Татарстана он сделал гораздо больше, чем вырастил плеяду молодых ученых и исследователей. Он стал идейным вдохновителем патриотического воспитания молодежи. В работу поисковых отрядов ему удалось привлечь преподавателей, аспирантов и студентов со всех вузов Казани. Помимо этого он создал кружок «История народов по Волжье и при Урале» и посвятил истории и краеведению всю свою жизнь. Эльвина Минобуддинова об историке, о фронтовике, перевернувшем сознание тысячам студентам и коллегам. Ученый, фронтовик, наставник. Он все в одном лице. Историк, профессор, заслуженный деятель науки Татарской АССР и участник Великой Отечественной войны. 110 лет со дня рождения Ивана Михайловича Ионенко. Почти 30 лет с 1960 по 1989 годы Иван Михайлович служил Казанскому университету. А с 1970 по 1983 годы стал заведовать кафедрой истории СССР. Вклад Ивана Михайловича в развитие исторической науки, не только нашей региональной, но и российской, достаточно велик. Под его руководством защитилось более 50 кандидатов наук, более десятка докторов наук. То есть мы можем смело говорить, что Иван Михайлович Ионенко создал научную школу. И потом его ученики создали свои научные школы в других городах нашей страны. Иван Михайлович Ионенко родился 10 июня 1913 года в деревне Зайцевка, Смоленской губернии. Его детство проходило на хуторе, он вырос в крестьянской семье. Еще до школы Иван Ионенко научился читать и довольно быстро освоил домашнюю библиотеку. Поэтому последующее увлечение поэзией и историей было не случайным. Окончив неполную среднюю школу, 14-летний Иван Ионенко поступил в Соболевский педагогический техникум. Позже, уже в 17 лет, стал учителем, а затем и директором одной из школ района. Как активист народного образования Смоленской области, он получил направление на учебу в лучший в то время педагогический вуз страны – Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Через год был переведен на исторический факультет. Именно в студенческие годы он начал писать свои первые научные исследования. Они были посвящены истории Смоленского края и публиковались в исторических сборниках. После окончания института в 1939 году Ионенко был направлен в Казань для работы в Казанском государственном педагогическом институте. Уже через два года он стал заместителем декана исторического факультета вуза. А с началом Великой Отечественной войны Иван Михайлович Ионенко ушел на фронт. О боевом пути Ивана Михайловича известна из его личных записок. Эта книга называется «Нам же диплом не записки штабного офицера». Иван Михайлович написал в конце своей жизни воспоминания о своем боевом пути. Как я уже говорил, он прошел войну от начала и до конца. То есть отложился огромный материал, тоже связанный с Великой Отечественной войной и с его боевым путем. В частности, отложились его личные письма, как его письма жене, так и письма ему самому от его друзей. Иван Михайлович Ионенко ушел на фронт в составе 18-й стрелковой дивизии. После ранения его направили в 334-ю стрелковую дивизию. Победу Иван Ионенко встретил в Прибалтике. В годы войны он служил в оперативном отделе штаба 4-й ударной армии и вел журнал боевых действий. Подготовил первый том «История армии» с множеством фотографий и схем. Впоследствии многие научные труды историка будут посвящены событиям этой войны. Иван Михайлович положил начало изучения боевого пути Татарстанской 334-й стрелковой дивизии. Эту деятельность продолжили его ученики – бойцы снежного десанта историко-филологического факультета КГУ. После войны Иван Михайлович был переведен в республиканскую партийную школу на должность заведующего кафедры исторических наук. В начале 1960-х он вошел в состав научного совета Академии наук СССР, а позже стал председателем по Волжской секции совета. И мы имеем возможность вот сейчас в целом посмотреть путь настоящего историка, который жил в очень трудное время. 216 фотографий, фронтовые письма, документы, дневники, а также книги из личного архива. Все это было представлено на выставке к 110-летию со дня рождения Ивана Ионенко. Вещи были переданы в музей историков У с сыном Ивана Михайловича. Я сам как бы по-новому переживал историю нашей семьи, связанную прежде всего с Иваном Михайловичем. Это увлекательное было занятие, поиск архивных материалов, анализ их, изучение, передача в дальнейшем в музей истории Казанского федерального университета. Ну, соответственно, и фотографии. Здесь уже говорилось о том, там больше 200 фотографий мы посмотрели, создали легенду каждой фотографии, дату, кто там изображен. В связи с чем эта фотография появилась. И на самом деле, вот когда мы собираем все вместе, эту информацию, появляется определенный цельный образ, скажем, героя нашего времени. Когда мы все это собрали вместе, когда увидели, то, конечно, и авторы книги, они тоже увидели по-новому биографию Ивана Михайловича. Собственно, это первый раз за всю историю, когда мы достаточно подробно смотрим, изучаем биографию известного ученого. Ну, а для меня это вдвойне интересно, потому что мне приятно, что это 110 лет не просто историку, но и моего отца. Выставка разделена на несколько периодов. Каждый зал посвящен определенному времени из жизни ученого. Первый зал о детстве, юношестве и молодости Ивана Михайловича. Второй зал посвящен одному из самых знаковых этапов жизни – Великой Отечественной войне. Третий зал о деятельности Ионенко в Казани. Мы к выставке начали готовиться заранее. На протяжении предыдущих двух лет Сергей Иванович Ионенко приносил в музей личный архив своего отца. Приносил его постепенно, по мере возможности. Мы знакомились с этими документами. Там были рукописи, книги, записные книжки, фронтовые письма, а самое главное – фотографии. И фотография сама по себе, она мало что значит, если мы не понимаем, что за люди изображены на этой фотографии. Многие фотографии были групповыми, что составляло еще дополнительную сложность. И на протяжении целого года шла работа по атрибуции фотографий. Сейчас здесь на выставке вы можете увидеть 216 фотографий. Иван Ионенко стал автором более 170 научных трудов. Областями его исследований была аграрная революция, крестьянское движение, Великая Отечественная война. С 1960 года и до конца жизни деятельность Ивана Михайловича была связана с Казанским государственным университетом. Он возглавлял кафедру истории СССР. Был председателем специализированного совета по защитам диссертации при КГУ. За годы в университете под его руководством подготовились и защитили 7 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Многие из его учеников впоследствии стали основоположниками научных школ в различных вузах России. Теплая домашняя атмосфера создавалась Иваном Михайловичем и при всем при этом он был удивительно эрудированным человеком. К нему можно было прийти с любым совершенно вопросом по любому периоду истории и получить взвешенную аргументированную консультацию. Вообще мне хочется сказать, что прав человек, который выдал такую фразу, что большое видится на расстоянии. Вот 110 лет, как Иван Михайлович родился, уже больше 30 лет, как его с нами нет. Но мы до сих пор открываем в его трудах и в его биографии что-то новое и что-то для себя полезное. Человек-энциклопедия. Для многих он запомнился в первую очередь учителем. Все знавшие ученого отмечают его ум и эрудированность. Его учениками профессором Петром Кабытовым и Натальей Федоровой была издана книга Иван Михайлович Ионенко «Личность и время», благодаря которой сегодня каждый сможет прикоснуться и понять личность ученого-историка, жившего в сложное, переломное время. После открытия выставки в Музее истории Казанского университета состоялся круглый стол. На нем выступили коллеги, ученики и родственники Ивана Михайловича Ионенко. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». Ну и какая полевая работа без романтики и песен. И какие встречи обходятся без песен на стихотворение Андрея Вознесенского. Начало лета знаменуется памятью о великом российском поэте-шестидесятнике, навсегда вошедшем в отечественную культуру. Его стихами зачитывались представители нескольких молодых поколений. А строки звучат в любимых песнях, романсах, рок-опере и фильмах «Миллионы алых роз. Я тебя никогда не забуду». Песни Высоцкого. Их исполняют миллионы россиян, не зная, что стихи написаны Андреем Вознесенским. Свой творческий путь юный поэт начал рано. Первые произведения он даже осмелился отправить Борису Пастернаку в 14-летнем возрасте. Попал в опалу в годы правления Хрущева. Второе творческое рождение получил в брежневские времена. Был выездным поэтом, встречался с многими иностранными коллегами и знаменитостями. Мерлин Монро, братья Кеннеди, Рональд Рейган, Пьер Карден, Сартр, Хай Деггер, Пикассо. Но мало кто знает, что Вознесенский был архитектором. И часть его идей и расчетов использовали скульпторы и художники Перу Вознесенского. Принадлежит полтора десятка сборников, стихов и прозы. Он автор эссе и статей по вопросам литературы и искусства. Вознесенский оставил богатейшее поэтическое наследие. Остался художником пушкинской традиции. Он ни на секунду не забывал о том, что из основных предназначений поэта не только в том, как он сам пишет, демонстрация языка, но и милость к падшим. Охранители русского языка и русской поэзии в нашей специальной рубрике от Амира Ахтемова. Уникальный человек, который пережил всех своих врагов. Хрущев лично выгонял его из страны, но он не уехал, а пережил его. Сегодня в нашей рубрике мы познакомимся с произведениями литератора Андрея Вознесенского. Андрей Вознесенский – советский поэт-шестидесятник, песенник и публицист. Несмотря на прохладное отношение власти к его творчеству, в 1978 году Андрей Андреевич удостоится государственной премии СССР, а затем пошел в плеяду классиков 20-го столетия. Творческая биография Андрея Вознесенского развивалась стремительно. В 1959 году впервые были опубликованы его стихи. Они оказались яркими, насыщенными метафорами, звуковыми эффектами и усложненной ритмической системой. В каждой строчке сквозил подтекст, что было непривычным и новым для того времени. По традиции, наша съемочная группа в научной библиотеке Николая Лобачевского и у нас в руках два сборника стихов Андрея Вознесенского. Первый сборник называется «Треугольная груша». В нем представлены лирические отступления автора. Стоит отметить, что он был выпущен советским писателем в Москве в 1962 году. Второй сборник имеет название «Ахиллесовое сердце». Он был выпущен чуть позже, в Москве в 1966 году, издательством «Художественная литература». Философские вопросы о сути пространства и времени часто беспокоили автора. И ответы на них он искал через творчество. Так родились многие его стихотворения о человеке, который и в космических просторах чувствовал себя неуютно без часов. Он воспевал чувства в стихах. Не возвращайтесь к былым возлюбленным, сон, романс, вальс при свечах. Каждый раз эмоции, рождающиеся в строчках его романтических произведений, словно май, стремились то к полюсу вселенной любви, то к полюсу всеобъемлющего трагизма. «Поэт работал, не покладая рук. Каждый год он радовал своих почитателей новым сборникам великолепной поэзии». Умирал Андрей Андреевич на руках у жены, который в последние минуты нашептывал новые стихотворные строки. Причиной смерти поэта стали последствия 15-летней борьбы с болезнью Паркинсона. Похоронили знаменитого литератора на Новодевичьем кладбище, где покоятся тела его родителей. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФРУ. Итоги недели. О сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух. И опыт – сын ошибок трудных. И гений – парадоксов друг. И случай – бог – изобретатель. Этим строкам Пушкина почти 200 лет, но они до сих пор служат своеобразным гимном науке. То, что еще вчера казалось непостижимым, становится реальностью в современной жизни. И эту реальность воплощают в том числе и ученые Казанского университета. Успехов и всего доброго.